Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я так предполагаю, что скорее всего смотрите это видео из-за того, что хотите знать, а стоит ли за 5,5 тысяч золота в составе набора покупать себе Т26Е4, который сейчас выставили на продажу. Машина прикольная, машина интересная, но многие утверждают, что очень сильно устарела. Ребятушки, а у меня к вам следующий вопрос встречный. А подскажите, пожалуйста, чего ленимся? Подписываемся на канал по желтому шильдику, более 60% постоянных зрителей моего канала смотрят на постоянной основе мои видео, которые явно, ребят, вам нравятся, без оформления подписки. Ребят, подписка вам ровным счетом ничего не стоит, это ваш вклад в развитие моего начинания, в развитие моего канала, ну и дополнительный глоток кислорода, который даст жизни моему начинанию. Спасибо вам за благовременно, за оформленную подписку, а еще ставьте палец на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео, ну и, соответственно, пишите комментарии, ставьте лайк данному видео, как и всем остальным. Итак, ребят, возвращаемся к Т26Е4. Наборчик довольно-таки прикольный. За 5,5 тысяч вам дают танчик 8 уровня, который многие считают, что уже устарел, ну а кто-то считает, что это до сих пор неплохой нагибат. За 5,5 тысяч, ребят, вы получаете танк, вы получаете 30 дней према, полляма серебра, которые на дороге не валяются, прожектор, но, честно говоря, я бы сказал, ну, бестолковая вещица, ее практически не видно, никто не обращает на нее внимания в бою, не до нее, ну а вы уж точно на этот маленький экранчик смотреть не будете. Но это мое скромное мнение, на одной из тачек у меня стоит, и мне, честно говоря, не нравится. Вот что касается камуфляжа, он мне нравится, он действительно прикольно выглядит, он уматовый, он строгий, стильный, я бы сказал, максимально реалистичный, а вот, честно говоря, прожектор его как раз и портит. Ну, это мое, опять-таки, скромное субъективное мнение. Да и в данном конкретно наборе, я бы сказал так, камуфляж на себя особо голды не тянет, потому что, в принципе, даже если расценивать просто саму машину, 30 дней према, открытое оборудование, x5, ну, согласитесь, уже вот это вот все тянет все-таки на 5,5 тысяч, давайте будем говорить откровенно. И да, ребят, точно такой же набор есть за реальные деньги, за 12 долларов. 12 баксов, как бы, очень много, очень дорого, 5,5 тысяч голды, очень даже-таки приемлемо. Но это для тех ребят, у которых нет голды, но есть возможность задонатить и купить за реальное бабло. Поэтому, ребятки, вот есть два предложения, показываю только одно, потому что в Wargaming Game Center не отображаются те предложения, которые за реальные деньги. Так, ребят, возвращаемся к самой машине. Что касается машины, мы обсуждать ее будем непосредственно в бою, непосредственно в катке. По одной простой причине, потому что обзор на данную машину с обсуждением ТТХ, там, всяких подробностей и нюансов по машине, есть на моем канале. В пределах видео будет вот здесь вот наверху подсказочка. Заходите, смотрите, возможно, увидите что-нибудь новое, интересное, либо что-то для себя в очередной раз устаканите по Т26Е4. Короче говоря, переходите на видос и смотрите дополнительные катки и обсуждение ТТХ. Сейчас просто выйдем из ангара, просто заценим, что машинка может, чего она не может. Ну и, соответственно, давайте будем обсуждать, почему же такое разное мнение по поводу Т26Е4. Давайте будем говорить откровенно о плюсах данной машины. Машина очень хорошо отыгрывается от башни и очень-очень, ребят, при этом хорошо может фармить, если вы будете умело на ней играть. Коэффициент фарма 190. Кто-то скажет, что это не предел, что есть машины, у которых за 200 зашкаливает. Но, ребят, давайте будем все-таки сравнивать вещи по тому, насколько они применимы. Ну вот, допустим, возьмите того же самого Левчика, у которого хороший коэффициент фарма, и возьмите Конора Гневного, у которого коэффициент фарма просто зашкаливающий. Ну и толку вам от Конора, ну по-честному. Ты заезжаешь в бой, и как только ты куда-то попадаешь, в принципе, ты в бою живешь фиг да нифига, ну пускай минуту-полторы. На Левчике ты можешь продержаться реально весь бой, если ты умеешь применять данную машину в бою. Ну и, соответственно, нафармить гораздо больше, хотя коэффициент фарма у Левы куда меньше, если сравнивать с Конором Гневным. То же самое, ребят, касается и данной машины. Данная машина имеет коэффициент фарма 190, но эти 190, они реально применимы. То есть ты реально можешь действительно нафармить хорошо за какой-нибудь удачный бой. Вот сейчас, честно говоря, сваливаю позорно по одной простой причине, потому что сам-то всех этих товарищей я не сдержу, а вот что делают мои союзники, я, честно говоря, диву даюсь. Ну ладно, кто как играет, тот так играет, обсуждать особо и уж тем более осуждать не будем. Возвращаемся к теме, простите, нашего общения. А тема нашего общения это стоит ли брать. Для того, чтобы понять стоит ли брать, нужно понимать, что ты сможешь на этой машине делать. На сегодняшний день машина устарела в отношении времени перезарядки, которая, ну абсолютно на сегодня не соответствует вашей альфе. 250 альфы, согласитесь, это крайне скудно за 6.1 с учетом установленного оборудования, амуниции там и так далее. Пробитие хорошее, вопросов нет. Но, ребят, когда ты попадаешь в какой-то замес, в котором тебя начинают все, кому не лень, чехвостить, будьте готовы к тому, братцы, что машина ваша долго не протянет, долго не проживет. Сейчас спасу нашего товарища и поедем дальше с вами ребят потихоньку раздамаживать. Чем мне, безусловно, машина нравится? Как я уже сказал, что она довольно неплохо играет от башни. Вот играть где-то на неровностях от башенки сам Бог велел. Что касается орудия, точное практически до безобразия. Бывают, конечно, косяки, но в принципе это больше подкрутка, знаете, такая для того, чтобы прям совсем тебе жизнь малиной не казалась. А в целом, ребят, ты можешь довольно-таки смело выцеливать. Сейчас то, что я говорил, башня играбельная, в башню мне не прилетело. Ну и, соответственно, я не получил ни грамма урона от товарища, которого добрали мои союзники. Вот как только вы появляетесь полностью всем своим силуэтом, поверьте, вас начинают разбирать. И разбирать практически без печали. Так, ну что, надо помогать, надо разбирать, надо добирать. Я немножечко ускорюсь для того, чтобы еще и фраг сделать. Уж больно сильно мне хочется. Не жалко, не жалко потратить серебрянди. Да, безусловно, это скажется на итоговых результатах по фарму. Но, ребят, иногда приятней закинуть дополнительного серебра в расходник. Ну и получить больше удовольствия от боя, чем этого не сделать и пожалеть, что кто-то добрал без тебя, как говорится. Так, есть, два фрага. Какой два? Три даже умудрился. Точно, я же ПТшку там добирал. Три фрага я сделал. Урона, насколько смог, я нанес. Стрелял довольно-таки часто. Поэтому, ну, повесить мне медаль наоборот по поводу того, что я не настрелял урона, потому что мало стрелял. Нет, стрелял достаточно. А вот то, что смог накидать, это 2660 урона. Три фрага, знак классности первой степени. А это значит, что есть ребята, которые играют гораздо лучше на данной машине. И вполне возможно, что вы будете в их числе. 92 тысячи с половиной серебра, ребят. Это с учетом того, что у меня не включены бустеры. Если я правильно помню, сейчас обязательно перепроверим. Итак, запомнили. 92 с половиной тысячи. За вот такой вот абсолютно несложный бой. Да, безусловно, машина играется не настолько весело, потому что есть сейчас тачки, которые побыстрее. Заняли второе место в команде по урону. Ну, безусловно, химера молодец, вопросов нет. Теперь давайте посмотрим для чистоты совести. Да, бустеры у меня отключены. Поэтому, ребят, вот тот фарм, который получился, это честный фарм данной машины. Ну, понятное дело, что с учетом того, что мне дали знак классности. Ну, а как без него, если, ну, хорошо бой отыгрался. И вы, соответственно, тоже их получать будете. Вот такая вот машинка Т26Е4. Покупать или не покупать за пять с половиной, я бы, честно говоря, склонялся больше к тому, чтобы покупать. По одной простой причине, потому что это танк восьмого уровня, и он не негодный. То есть он может. И давайте потихоньку будем отвыкать от новогоднего аукциона и привыкать к новой реальности. Но не будет больше в ближайшее время таких танков, как СТГ, за три тысячи золота. И к этому необходимо привыкать и понимать, что ценники стандартной игрового года, они никуда не денутся. И особо машины в цене падать не будут. Соответственно, Т26Е4, поверьте, стоит своих пяти с половиной тысяч золота, если вы готовы играть на среднем танке со скудной подвижностью, не очень приятным КД, хотя заявленная цифра 6.1, согласитесь, она нормальная, она приятная, но в бою все-таки, ну вот чуть-чуть, ребят, чуть-чуть не хватает. А возможно, как раз не хватает альфы, и можно было бы оставить такое время КД. Ну, короче говоря, вот это вот сочетание времени перезарядки и уровня урона, который ты наносишь за один выстрел, безусловно, на сегодня уже устаревшее. Но в целом, ребят, играется приятно, играется хорошо. Ну и посмотрите дополнительные обзоры на моем канале, для того, чтобы понимать, стоит ли вам покупать ту или иную машину, в частности, Т26Е4. А на данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего, жду ваших подписок, мира вам, ну и обязательно, ребят, с вам спокойствия. Всего хорошего, пока-пока.